Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Безопасность пассажиров прежде всего. Как в Анапе исполняется закон об усилении контроля за общественным транспортом? К масштабному благоустройству Анапы подключились жители. Подводим первые итоги. Поколение бессмертного полка. В Анапе состоялся первый обучающий семинар, в котором приняли участие волонтёры со всего края. В городском театре сегодня чествовали людей труда. Благодарностями главы Анапы в честь профессионального праздника были награждены работники жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания. Благодаря этим людям наш город продолжает преображаться. Только в прошлом году в Анапе высажено более 250 тысяч цветов, более тысячи хвойных деревьев, свыше 500 кустарников. Были обновлены бульвары на улице Горького и Терской, обустроен новый сквер на Лермонтово. Уложено 7,5 тысяч квадратных метров новых тротуаров, причем не только в городе, но и в сельских округах. С профессиональным праздником также поздравили работников торговли и бытового обслуживания, которые постоянно повышают качество услуг и ориентируются на интересы потребителей. Благодарностями главы были награждены дворники и слесари, операторы котельных и электрогазосварщики, водители и погрузчики мусорных машин, сотрудники парикмахерских и обувных мастерских. Все те, без чьей работы нельзя представить комфортной жизни в нашем городе. Следить в городе за тем, чтобы был порядок, вы знаете сами, как это все сложно, непросто. Ухоженные улицы, цветы на клумбах, постриженные газоны, новая плитка на тротуарах, асфальт на дорогах. Из всего этого выстраивается имидж нашего города. Хочу сказать вам большое спасибо за ваш каждодневный круглосуточный труд. Без вас этот город не живет. С праздником вас! Было время, когда можно было только мечтать, чтобы у каждого из нас будет свой любимый мастер, парикмахер, швея, врач-косметолог, что не надо ждать месяцами, когда починит твою обувь или отремонтирует куртку. Сфера услуг стала доступной и современной, но по-прежнему в ней самое ценное звено – это мастер и его отношение к клиенту. И до сих пор мало кто поверит, что ради вас мастер готов прийти на работу в 7 часов утра. Но такие примеры в нашем городе есть. И сегодня в числе лучших мастеров отрасли в честь профессионального праздника Жанна Григорян получает награду и благодарность за труд в краевом департаменте. Двери парикмахерской «Мишель» действительно открываются в 7 часов утра. У любого мастера есть такой клиент, которому необходимо успеть причесаться до работы. Но вряд ли кто рискнет поставить такую задачу перед парикмахером. А вот для Жанны Григоряна и ее коллег начинать рабочее утро рано – это норма. Клиенты это ценят. И 10 лет к ряду доверяют свое хорошее настроение одним и тем же мастерам. Почему? Мне нравится, как они работают и отношение человеческое. Несомненно, теплота и доброжелательность в сфере услуг – главные помощники мастера. Но профессионализм в этом процветающем и развитом бизнесе все же главный. Чтобы оценить работу парикмахера, надо испытать его технику на себе. Доверяюсь Жанне Григорян полностью и понимаю, почему ее парикмахерская называется «Мишель». Французские ароматы, изящная техника и высочайшее мастерство. К девчонкам едут из других городов не случайно. Наверное, каждой женщине такая ситуация знакома, когда ожидаешь одного, получаешь другую всем. Вот нет ни одного человека, которому это было не знакомо. Я просто со Снежаной здесь уже работаю 10 лет. У нас тоже были такие ситуации, когда я получалась там зеленая, какой-то у меня пигмент вылазил, еще что-то, еще что-то. Мы сидели с ней по 4-6 часов. Сидели и сидели, пока я не выходила с тем результатом, который меня полностью устраивал. Поэтому это дорогого стоит, потому что многие кидают, говорят, все, ничего не надо, ничего не получится и так далее. То есть, естественно, что то отношение к своей профессии, да, и именно профессионализм такой достаточно очень высокий, меня подкупает. Да, это правда, что я приезжаю из Сочи, потому что, ну, вот как-то нашла здесь своего мастера. А мне даже трудно представить, как это много лет подряд начинать свое утро так рано. Ведь это сегодня сын Жанны, в честь которого названа парикмахерская, взрослый парень. А ведь тоже, наверное, грустил мальчишкой, что маму так редко видит дома по утрам. Вы на работу приходите раньше всех, к семье. Почему? Ну, потому что мне нравится, чтобы клиенты были довольны, им надо на работу пораньше пойти, и вот они радостные ходят. Жанна училась в своей профессии с удовольствием, потому что выбрала ее раз и навсегда. Получала образование в бизнес-центре, и мне очень там понравилось. Анна Арамовна очень хорошо нас всех обучила, вместе вот со Снежаной там как раз закончили. Получили диплом. Отлично. Вы любите свою профессию? Да, очень-очень люблю ее. Потому и прихожу так рано. Всем, кто дарит нам хорошее настроение, делает нас красивыми, идет в ногу со временем, мы готовы признаться, что ценим ваши усилия, уважаем ваш труд и выбираем среди вас настоящих профессионалов. Гордимся вами и искренне поздравляем. Управление архитектуры и градостроительства Анапы начало формировать список городских пустырей. Эти территории станут потенциальными территориями на то, чтобы впоследствии стать парками и скверами. Такое поручение дал глава Анапы во время недавнего рабочего объезда. Тем временем в городе идут масштабные благоустроительные работы. Коммунальные службы приводят в порядок парки и скверы, ремонтируют дороги и тротуары, выкладывают новую плитку и меняют разбитые бордюры. Причем по решению Сергея Сергеева такая работа ведется не только в центре курорта, но и во дворах, которые расположены на окраине города. Администрацию активно поддержали жители, которые сегодня убирают свои придомовые территории. Работники культуры полностью очистили детский парк. Они собрали более 90 кубометров обломанных ветвей, сухих листьев и бытового мусора, оставленного безответственными посетителями. Глава города тогда лично выразил всем участникам субботника искреннюю благодарность за неравнодушное отношение к нашему городу и активную гражданскую позицию. А сегодня в порядок привели городской фонтан. Он был открыт в 2014 году и за три года стал одним из самых любимых мест отдыха анапчан и гостей нашего города. В целом все нравится. Парк тоже очень хороший, площадок много, есть где разгуляться ребенку. Самый главный плюс Анапы, на мой взгляд, это море. Также большая, длинная, благоустроенная набережная, то есть опять-таки, где можно на велосипеде проехаться. Есть и спуски, где можно съехать на велосипеде непосредственно к морю. В городе-курорте все автобусы под присмотром. Закон, принятый прошлым летом, усилил контроль за перевозчиками на городских маршрутах. Кроме того, техника должна базироваться на специально оборудованных территориях, где можно ежедневно следить за ее техническим состоянием и не допускать к ней посторонних. Раннее утро. Автобусы выезжают на маршрут строго по расписанию. На территории предприятия на улице Парковой сегодня базируется две трети машин. Летом минувшего года законодатели ужесточили требования к безопасности пассажирских перевозок. Одной из них – ночью автобус должен находиться на охраняемой территории. Систему, которая реагирует на движение, включают на ночь, когда периметр полностью закрывается. До этого Григорий Сервули оставлял машину возле дома, а выезжал на маршрут с площадки возле Северного рынка. Подобные варианты по новому закону исключены. Мы проходим, идем, берем путевку, идем, медика проходим, потом едем, механика проходим. И вот сейчас я стою, жду время, сейчас 6.50, поеду. Строгий медицинский контроль. Машины перед отправкой на маршрут проверяют механики. Обязательное условие – чистый внешний вид и порядок в салоне. Ну, дождь, погода понятна. Вот все более-менее нормальные, сколько будет. У нас по горячке просто берется строительство. Автобус выйдет на маршрут после того, как побывает на мойке. Конечная задача – пассажир должен садиться в опрятную машину, которая двигается по расписанию, а не в зависимости от того, заполнен салон или нет. За перемещениями автобуса следят в диспетчерской через спутниковую систему. В крае мы занимаем лидирующую позицию по обеспечению безопасности именно пассажирских перевозок. С тем, что у нас на территории города Анапы уже три предприятия, которые осуществляют хранение. Плюсы здесь появились по безопасности движения. В первую очередь транспорт находится на хранении здесь. То есть вечером он при возвращении с линии проходит технический осмотр, что позволяет также его проверить и санитарное состояние, то есть отправить на мойку. Это уже другое предприятие. Оно обслуживает, пожалуй, самый горячий летний маршрут из Анапы в Витязево вдоль Пионерского проспекта. У этой и еще одной компании собственные базы, отвечающие новым требованиям. В итоге все городские автобусы сегодня под присмотром. Для тех, кто разрабатывает схемы маршрутов, порядок означает предсказуемость. В городском отделе по транспорту изучают потребности пассажиров, то, как заполнены автобусы. Работу планируют завершить до мая текущего года. Вероятнее всего, к лету внесут изменения в расписании, а возможно и в маршрутную сеть, в том числе с учетом появления новых микрорайонов. На Кубани стартовал общественный проект «Поколение бессмертного полка». Целью проекта станет создание волонтерского штаба в каждом муниципальном образовании. В Анапе прошел семинар, в котором приняли участие около 100 человек из 10 районов Краснодарского края. Я всегда хотела сделать что-то для молодежи, делать молодежи лучше, давать ей возможности становиться лучше, развиваться и сохранять, конечно, память наших отцов, дедов, прадедов. Мария Клещева приехала в Анапу из станицы Северской. Там она работает в Центре патриотического воспитания молодежи. Великая Отечественная война затронула судьбу и ее семьи. Дедушка был пехотинцем. Теперь Мария ежегодно участвует в шествии бессмертного полка. «Для меня, наверное, это движение жизни. Это какое-то непередаваемое ощущение того, когда ты идешь в одной колонии с тысячами людей, с портретом своего деда, и это вот просто мурашки по коже». Цветы к вечному огню пришли возложить участники первого обучающего семинара, который посвящен реализации общественного проекта «Поколение бессмертного полка». В Анапе собрались представители 10 муниципалитетов юго-запада Краснодарского края. «Анапа – это город, который прошел через Великое Отечественное, много погибших. Здесь много личных историй. Люди очень отзывчивые, очень активно. Старшее поколение здесь – пенсионеры, люди серебряного возраста, ветеранские организации. Город – пример для многих, как надо работать по патриотической линии». Задача, которую сегодня ставят организаторы шествия «Бессмертный полк» – наладить горизонтальные связи, чтобы добровольцы и волонтеры из разных городов общались, привлекали новых участников. Работа должна идти круглый год. Патриотическое воспитание в школах, высших образовательных учреждениях и различных клубах, поисковые экспедиции. «Я горжусь тем, что в Анапе стартует эта акция необходимая. Она нас возвращает в историю, заставляет нас привлекать молодежь к этой большой работе. И оно имеет свои плоды». По словам Анатолия Гапонова, сегодня очень высокий конкурс при поступлении в военные вузы. В отдельных случаях по 7-8 человек на место. Немало юных жителей Анапы, города воинской славы, намерены связать свою жизнь с военной службой. Анапа входит в топ-10 курортных направлений для отдыха на майские праздники. Рейтинг основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая текущего года. По данным турагентства, в 2017 году число путешествий по России на праздничные выходные выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Помимо Анапы, в первую десятку по популярности отдыха на майские праздничные выходные также вошли Сочи, Ялта, Кисловодск, Геленджик, Пятигорск, Листвянка, Зеленоградск, Новороссийск и Плёс. По данным сервиса rumguru.ru, в Анапе туристы бронируют проживание на майские праздники в среднем на 4 ночи и потратят 2800 рублей в сутки. В первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на предстоящие праздники, входят Минск, Прага, Барселона, Баку, Вена, Тбилиси, Будапешт, Ереван, Таллин и Рига. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова